Сегодня мы встречаемся с Татьяной Плотовец, жительницей Луганска, которая уже месяц со своей семьей живет в однокомнатной квартире на улице Энергетиков. На руках у Татьяны внучка Милана, самая младшая из их семьи. Дома две дочери и еще две внучки. Мужья дочерей на заработках. Делают все возможное, чтобы прокормить большую семью. Что творится в родном Луганске, так и неизвестно. Я не могу с 3-го числа дозвониться, связи нет. Да, никакой абсолютно. Не с Луганском, там же много друзей и подруг. Все остались, неизвестно как там, что там. Связи никакой нет. Хотя бы как-то что-то узнать. Хозяин квартиры, в которой живет семья, пустил их, ничего не попросив взамен. Сам живет на даче, пока семья Татьяны не встанет на ноги. Город им нравится. Уже успели побывать на Волге, но наслаждаться видами пока рано. До сих пор не получается у членов семьи оформить необходимые для беженца документы. Отсюда проблемы с поиском работы и устройством детей в сад. На оформление регистрации большие очереди, а часы приема слишком короткие, чтобы успеть оформить всех. Оформляем статус беженцев, но пока еще не получается. Вчера хотели детей временную регистрацию сделать. Дорого. Не смогли. Еще, может, через время, потому что таких денег у нас нет. Никаких привилегий у беженцев нет. В инстанциях они сталкиваются с такими же трудностями, как и любой житель нашего города. Им даже тяжелее. Ведь нет за плечами родного дома, а только тяжелый груз воспоминаний о том, что пришлось пережить в Луганске. Вся помощь, которая оказывается беженцам, добровольно. Одежда, детское питание, вещи первой необходимости – все это приносят люди. Вы знаете, восхищаюсь. Люди вообще. Просто не ожидала. Настолько такие. Узывчивые, хорошие, добрые. В семье Татьяны по-прежнему требуются зимние вещи и для женщин, и для мужчин. Не откажутся в этой семье от любой помощи. Нам с вами, тем, кто живет в мирное время, никогда не понять, какой ужас переживают люди, оказавшиеся в зоне боевых действий. Но в наших силах сделать все возможное, чтобы в Конаково беженцам жилось хорошо. Продолжение следует...